стойте добрый день в эфире программа вопросы иногда за бабосы кто вы представьтесь евгений евгений а как ваша фамилия евгений здравствуйте как вас зовут представьтесь никит 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 так не кито с этой передачи где манек тебе задаст 5 вопросов каждому задавай если отвечают правильно здесь бабоса у меня есть 200 рублей наличные вот отдашь им 200 рублей эти наличные на карте что-нибудь есть кого тебя тоже рублей 300 вот если закончится переведешь там все давай окучивать давай 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 я просто я вижу вы сам вы же помните что я эту передачу я ее терпеть не могу но если вам она нравится смотрите нашел для вас ведущего иванова молодой перспективный по слишком богатый будущем вообще не богатый видимо сегодня человек 100 рублей мы дадим а если 100 200 в общем в описании сегодня при замка говорить прошу прощения в описании есть реквизиты закидывайте побольше бабла нам чтобы мы могли не 100 рублей давать никите хотя бы 5000 рублей у вас совесть есть почему мы должны вот это вот раскошеливаться постоянно как ненормальные дьяволы какие-то не отвлекать опаздывать куда вы опаздываете вы спешите а это ютубе да 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 в ютубе нас между прочим много тысяч зрителей сколько стоит одна ваша минутка давайте задавайте ваши вопросы наши вопросы вот ну вы сами из петербурга местный ну если побольше сам и не нет ними 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 не местный сам а давно переехали ну это есть и но это петербург давно перехал но но приехал и здесь и соса сама приехал слушай а сколько тебе 20 20 20 уже 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 такой взрослый уже а вот думают явно учил некую историю и вот в истории есть разные пантеоны богов в египте пантеоны богов пантеон 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 богов там где разные воли отвечают за разные процессы окружающей среды так вот может ты вспомнишь хотя бы парочку из тех богов которые отвечали за солнышко в египте египте в греции в россии на руси где угодно и они были везде так на руси будем все был перун был получать вот это получается это пучится бог получается грозы помнись внизу а нужно солнышко а так сонзила юрила я и я его получать вот это это вот это первый бог а да да безусловно на руси ну мы же все сами оттуда вот в египте то на еще не там себе животных на голову надевали все такое и вот была такая птичка такая которая летала про солнышко говорила всего две буквы так сегодня буквы так ракета не какие-то какие-то как всего две буквы ракета ракета туй всего две буквы не какие-то не подходит роман две буковки первые две буковки которые могли бы быть и в ракете и в романе и это правильный ответ уже целых два вопроса позади такой же тупой понятно вам всем осталось что который по чуть-чуть вы же не сильно спешите днику не пока в темпу кухня потрясающе не сильно постоянно говорит что ничего я все знаю так вот ра-ра-ярила ищите дурака были да у меня соведущий прекрасно разбирается в пантеонах богу ванта мимах я тоже нормально соображаю во всех сатира на общество роман 1984 кто его автор евгений можно не тыкать это мужик написал да или баба да ну что да мужик или баба сейчас я зайду в свой телефон а что же ты не помнишь наизусть все свои вопросы и ответы на них так часто пишут мне в комментариях 20 вопросов я сижу на горшке с утра и учу запоминаю зачем же мне читать с телефона я же должен показаться вам всем умным и эрудирован и знать все наизусть лысого коня горбуна вопрос вопрос сколько всего лететь эти штуки океанов на нашем шаре где мы летаем в космосе а я тоже могу отвечать давай думать с тобой какой у нас есть океан северный ледовитый атлантический там титаник был третий какой индийский индийский тихий тихий все 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 они все они все они все все да вот помина там короче не вспоминать вспоминаю конечно подсказывать сразу же будет что рано еще тихий назвали индийский назвали ледовитый назвали атлантический назвали ну давай вспоминаю я что ли должен за тебя вспоминать южный вот это да а вот международная организация по изучению океанов доказала что их больше там все снизу объединили получился южный но в общем на уши не вешать все правильно следующий вопрос роман 1984 написал за 984 19804 но как же вы меня слушаете евгений 1984 чушь мне в уши просто кто это написал эту ерунду я не знаю почему он мне это просто задает это название романа они год его выпуска между прочим никто не знает никто это не будет знать вообще эту ерунду спасибо большое счастья вам тоже мне придумал вопрос давай второй вопрос нашей российской классики есть такое прекрасное произведение роман между прочим под названием идиот слышал о чем на таком ну то есть то есть это да это поучиться написал ты федор достоевский федор достоевский написал получается я даже не успел задать тебе вопрос а ты уже на него обратил это право просто какая самая высокая вершина которая есть на планете земля надо или на же нет этой буквы там дэджи джи 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 миракуая что такое вы путаетесь лазу и верест насрать а вы знаете сколько в цифрах высота эвереста от 600 80 половина вопроса зачтена можем перейти к следующему но он будет решающим и возможно самым словарете прям не в лицо скажи-ка дядя ведь недаром москва спалена чем вот кто автор этих удивительных животрепещущих строчек браво осталось всего три вопроса то есть напоминаю там сумма то не маленькая вы должны быть интересованы бедного школьника вписал блудняк он еще свою сотку будет отдавать вопрос может ты хочешь кому-то привет передать пока я думаю над твоим следующим вопросом чтобы он был не таким простым не у меня все бы то никого передать у меня же конечно девушки пока я в поисках активно пока на девушке а кстати у нас есть может быть можно я да конечно безусловно если вам понравился никитос и вы думаете какой симпатичный парень вы можете куда-нибудь написать никите instagram telegram рад на youtube и костяки вконтакте есть как раз таки вконтакте как тебя можно найти подписаны никита конь получать никита конь никита коней а коник ну да к о ник молю на аватарке ты в желтой куртке ну то есть на вот так и получать как ну ну как бы не совсем форты и кашин такой бордовые куртки бордовые куртки никита коник коник по-русски пишется если вы симпатная деваха с ляшками такими чтобы пить андры были разные конечно там на самом деле какая разница какие титьки понимаешь если вдруг душа у вас добрая и вы чувствуете что она располагает к этому симпатичному приятному двадцатилетнего мужчине пишите пишите бабы что вам еще надо вопрос еще так вот внимание вот мы сейчас калерическое отступление было а сейчас на кону все-таки немаленькие деньги которые вы можете между прочим забрать ответив на все вопросы как бы не так нужны деньги как бы сказать в итоге какая там была гора это гонимая эверест с высотой восемь тысяч восемьсот сорок восемь метров над уровнем вы хотите спросить я не хочу угла надо идти еще вопрос последний вопрос вы готовы евгений готов назовите нам химический состав серебра а по буковкам но буква эй и джи я сказал да браво вот в нашем прекрасном солнечном городе санкт-петербург в центральной его части проводит один архитектурный стиль барокко ёпта петр первый с вами не согласен барокко это все-таки прерогатива европейских столиц в то время как раз из наш прекрасный основатель города санкт-петербурга петр первый закладывал эти кирпичики он обозвал барокко как-то по-другому вот мы живем все-таки в европейской части россии европейской да и вот у европы есть много столиц каждого отдельного государства евросоюза и вот внимание вопрос какая самая многонаселенная столица в европе ну самый большой город по россии это это мама маску 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 москва не лондон а а ну пусть не ну москва это самый большой город россии ну и так же его а вот а вот лондон это да да это 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 очень очень густонаселенный вы стану силами мегаполис а где людей то больше все-таки в москве или в лондоне в москве конечно и это опять правильный ответ браво и сейчас будет последний заключающий вопрос который и покажет истинную эрудицию всех нас в чем смысл жизни в том чтобы жить и все прожить так как ты хочешь а как же вы хотите прожить жизнь полноценно ярко наш первый победитель сегодняшнего розыгрыша круглой суммы денег еще раз представьтесь и все-таки мы живем в прекрасном городе думаю не требуется сборить в каком же году был основан этот прекрасный город тысячи семьсот этим году было снова то есть один один семь ноль три это питер детка браво это просто браво это это просто наш второй юбилейный победитель сегодняшней передачи диана вот было смотрят люди вот видите вот там смотрите их много они там кушают кушают они пьют они развлекаются коротают время свое вот что вы им скажете вы можете сказать любые слова которые войдут не в уши всем приятного просмотра войдут и возможно выйдут приятного просмотра и приятного аппетита спасибо счастья вам здоровья удачи побольше знаний пока ванек ты молодец но я прошу тебя осознавать что ты торопишься и опять зажевываешь слова для того чтобы этого не делать просто говори медленно пускай ты будешь выглядеть как дурачок ты будешь думать что ты выглядеть будешь как дурачок но это не так учись говорить медленно какое барокко доминирует в архитектуре нашего города индустриация ответ стоит из двух слов второе слово вы уже назвали рока барокко конечно какое же барокко у нас самая преобладающая в архитектуре города не артистицизм нео что не артистицизм а можно по буквам у меня мозги не компенсируется я сказал три минуты только у меня времени это неправильный не буду отвечать не только вообще-то матрида даже нет никакого ответа там нет петровская и петровская барокко все молодец это наш полупобедитель и финальный приз который существует ли я могу 100 рублей мне просто даже неудобно вот 100 рублей да больше нету ни хрена видали ни хрена больше нет просто ничего бы от чистого сердца за идеальные знания в разных вопросах нашему прекрасному гостю никите как вас по батюшке по батюшке как у меня фамилия никита александровича никиты александровича да ты разговариваешь с человеком и нужно же ему тоже микрофон ну как бы нынче что я стараюсь это страшно братишка потому что никто ни хрена тебя там не услышит ну давай ну да ладно ну как бы сказать ничего это все хорошо я тоже нагмусь как бы нагмусь спасибо тебе никита александрович за понимание моего положения в этом выпуски мне приятно общаться с приятными людьми по моему это был потрясающий спасибо было вам может кому-то хоть теперь приветствуйте там семье не семьях куда надо надевать шарф на мне не холодно хочу что колбасит ну если с тобой стампу там и привет свои привет свои сестры и нот там ай олесе там передать и там передать привет но то есть а там конечно у меня лисе конечно там ну там моя сестра ну там он там уже живет с молодым человеку она она уже она уже замужем уже уже поэтому уже поэтому там свадьба поэтому поэтому то что зрители все услышали и были уверены рады этому просмотру видео контента спасибо никитос от души искать в душу ну это неожиданно неожиданно после меня снимать на камеру это это давно не снимал ты молодец знаешь что молодец молодец что не постеснялся потому что многие на камеру говорит не хотят тем более когда им задают вопросы какие-то они думают вот сейчас мы будем выглядеть как-то глупо не на пусть я как подумал что как бы мошенники как бы не знал просто что что вас передача после я просто подумал что как будет помогаетесь просто не знаю короче когда я тебя возьмал помощь обнимал тебе а я а я профессиональный щипач я все вытянул у тебя из карманов и все и мы тебя обчистили в каком существо обчистили я щипач щипач в карманы залезай и ворую все он посмотри в карман хотя ничего там нет не навкому ничего не было и не было не потому что это пранк новый жанр пранк это то что пранканул нет и короче ну ты понял я прикалывался еще раз прикосновение а как вас передача называется так как как вас правильно называть передачу чтобы чтобы там можно посмотреть было по телевизору там получать снимаете youtube и на ютубе да евгений ширяев можешь назвать эту фамилию с именем винток и ютубе в яндекс дзене в рутубе жизнь до чего довела то что даже в рутубе зарегистрирован понимаешь в этой ну там помойки за здесь с этим с ютубом с этим проблемой связи с этим цепута труда конечно очень очень тяжелый поэтому ёбнутое время не нужно призывать человека ругаться вот он культурный ни разу не сказал ничего матершинного за весь выпуск а это стоит чего-то да это точно не так стыдно но как раз им давайте заканчивается меня меня все узнать погоду все девушки узнать просто вообще кого они ни хрена не узнают а потому что вот мой соведущий вообще не пихаете микрофон в лицо осиный вы листочек весь королевит уже его по полной программе он ходит в шапке молодец были он все выламывается все давать это шуру спасибо тебе большое пока не хочешь на уходе от нас всегда не хотят уходить потому что мы топчики ребята мы топчики мы топчики козлы мы топ и спасибо вам также счастье успех во всем успех в делах вам различных делах о нарисовался вопрос в чем смысл жизни ой ну это интересный вопрос и философии конечно ну вот но смысл заключается то что у каждого человека конечно и каждый человек и есть свое счастье есть то что и то что ну вот каждый человек выбирает то что ему то что мы по душе то что ему нравится но и ну это что там и даже цели разного карточка бывает и поэтому каждый поступать и поступки у вас на разные 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 у людей поступки есть поэтому так что так что вот смысл жизни это это все это все же это все же в счастье заключается то что счастье прекрасно еще раз себе вопрос еще вопрос у тебя есть микрофон я продолжаю микрофон вот так ты скажу что зрители многие они по-разному воспринимают то что видят ну и по-разному они там да и комментируют там и там тоже и как плохие комментарии ставлю это все знаю конечно иногда 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 глядя на мои на мое общение с людьми они люди некоторые думают и при этом пишут что теперь я об этом знаю что я как ведущий веду себя отвратительно ну ладно слово хуй то что я несколько раз и не сказал опустим ну туском музыка бы плохие срок одежда но это ну ты так молодежь после такой молодежь любит молодежь любит ругаться поэтому но у некоторых есть мысли о том что я как будто бы стебусь либо глумлюсь что как будто бы как еще нужно назвать тролль обьюзер что был было ли у тебя сейчас во время нашей коммуникации ощущение что ну понятно дело иван очень себя культурно ведет в молодец было ли ощущение того что я троллю или как-то вот приколы нет скажи честно ну если так быстро ну ноты но это более прикол к бы душу были приколы поэтому от чистого сердца души от души было у меня одно интервью с дедулька ну вы от души с ним прикалывались ну как вы можете так разговаривать со взрослым поколением ла-ла-ла бла-бла-бла ну да это хрена что у вас там в башке происходит от души прикалываемся от души он почувствовал потому что моя душа рядом с его душой здесь стоит он это чувствует комментатором и хреновым доблета на самом деле я вас тоже всех обожаю я просто прикалываюсь я даже не думаю о том что вы козлы вы насрать на ваши комментарии абсолютно абсолютно пофигу ребята пишите пишите все пишите и хорошее плохое мне по барабану но я воспринимаю по кайфу а плохое ну как бы а плохой после опухой пусты не замечать просто просто ну чтобы чтобы там там не вычесть внимание на это позитивная энергия я думаю что просто так спасибо себе еще раз счастья удача успеха вам круто давай не просто с покажем в прошлый раз мы с тобой встречались я тебе говорил о том чтобы ты одевался потеплее я не могу смотреть на твой физиологии еще раз ты придешь на съемку в таком виде с открытой шеи без шапки съемка не состоится я когда голод я рассказываю вам сейчас всем историю слушайте внимательно девочка была одна очень хорошая приятная красивая девчуля моя ровесница ходила без шапки всю жизнь вот сколько помню и все время она со своей шевелюры ходила без шапки так 16 лет ребенку умирает от менингита я не хочу умереть не хочешь умереть от менингита будь любезен носи шапки договорился всю жизнь не надо выламываться не в него мы выжал а вас там одевать дорогие наши зрители ты бы знал бы что тут у меня я сегодня просто еще вторые носки шерстяные которые мне лариса связала не надел случайно просто не надел уникальный контент с евгением прямо сколько стоит ваш шмот и во что вы одеты так ну давай еще кого-нибудь на кучу сколько стоят ваши носки уходим идемте годится по нему а у меня выходной я купила книжку вот тут в буквоеде и решила почитать потому что очень классно солнце такое бывает не часто но достаточно периодически так что ловлю момент на каком производстве кайлом машет чего где работаете что много этого на каком производстве кайлом машется кайлом в большом театре кукол я кайлом машу олеся напковский еще тот мудак то есть вы сколько раз сколько раз ему звоню ну давай поснимаем видосы сволочь у меня-то съемки то у меня спектакли то у него херакли просто натрескал бы это и луковицы килограмм подзатыльников здорово у нас появились общие знакомые что-то там делаешь в большом театре куполу работаю костюмером реквизитором уже почти пять лет пять лет наслаждаюсь аж не могу так ну ладно ребята это было какое-то бесполезное видео и это был иван 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 это была мария это был я джокер был этим оператором парень стоит ивана мария она оказывается знает моего бывшего одногруппника олеся знаков с накопского этого засранца который не отвечают на мои любовные смс и и на всякие разное сообщение все спасибо до свидания